Здравствуйте, меня зовут Владимир Гусаров. Я декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, которая умеет не только учить студентов, но и рассказать об аграрной профессии через ТикТок. Я сам родился в Витебской области, в деревне Пышно. Всю жизнь провел в деревне, поступил в академию, остался преподавателем по распределению. Ну и в течение времени, после того, как защитил диссертацию, буквально прошел год, и с 2018 года я декан факультета механизации сельского хозяйства. Да, деревня изменилась. В какую сторону? Я бы сказал, что все-таки в лучшую. Потому что вот развитие этих агрогородков, да, это дает о себе знать. И пускай где-то там какая-то деревня исчезла, но появился агрогородок более крупный, там больше жителей, там лучше инфраструктура. И это несомненные плюсы современного села. Ну вот знаете, все профессии важны, да? Все, любая профессия важна. Когда мы вводим экскурсии, в том числе по академии, я у деток спрашиваю, какая самая важная профессия, скажите. Они начинают фантазировать, и врач там, и никогда не называют, что самая важная профессия – это учитель. Потому что учитель, он учит всех. Он учит и инженера, и врача, и программиста. Учитель учит всех. Поэтому это самая важная профессия. Вторая по важности профессии – это инженер. И я легко объясню. Вот нас сейчас снимает камера, кто ее разработал? Инженер. Кто построил здание, в котором мы находимся? Инженер-строитель. Но вначале он инженер, потом строитель. Оборудование, которым лечат людей, да? Там самое современное. Тоже инженер вначале будет. И человек, он всегда будет хотеть есть. Население растет. И продукты питания должны быть. И самая важная профессия все-таки, я считаю, что особенно в нашей аграрной стране – это будет агроном, это будет зоотехник, это будет инженер. Это те, которые, пускай, может, не такие популярные, но эти профессии важные. Эти профессии кормят страну. И вот такое слово – продовольственная безопасность. Вот мы, белорусы, да? Ну, мы это слово знаем, продовольственная безопасность, но смысла не понимаем. А почему не понимаем? А потому что у нас село, благодаря президенту, было сохранено. Вот мы сейчас приехали с 11-го чемпионата по пахоте в России, который проходил 16-18 августа. Вот там люди, когда ввели эти санкции, они это почувствовали. Что такое продовольственная безопасность? Когда с полок начали пропадать продукты питания, их было нечем заменить, они это слово поняли, прочувствовали. А мы? Ну, у нас такого не было вот сколько лет после развала Союза, да никогда не было. Чтобы нам, белорусам, не было чего есть. Нам есть, что самим есть, мы кормим наших соседей. Поэтому все-таки для нашей страны я считаю, что вот эти профессии, такие базовые, агроном, саотехник, инженер, все, которые готовят специалистов для сельского хозяйства, они очень важны. Ну и я как потомственный инженер, я с детства любил технику, поэтому я выбрал эту профессию, я пришел сюда работать. И считаю, что моя задача вот такая, готовить хороших специалистов, которые придут на село и будут приносить пользу нашей стране. Если ты лодер и бездельник, то любая профессия будет безденежной. Все очень просто. Открываете любую районную газету и смотрите. Требуется там тракторист. Заработная плата от 2000 рублей. Требуется доярки. Заработная плата от 2200 рублей. 2200 – это плохая зарплата? Я не думаю, что там все в городе получают такую зарплату. Поэтому вот этот созданный стереотип, созданный стереотип, что сельское хозяйство – это неприбыльно, это невыгодно, это там неденежно. Но я считаю, что это придумано, и наша с вами задача – это развеять. Это трактор Т-40. Это самый первый трактор, с которого мы начали восстановление ретро-техники. Это было очень просто. У меня есть друг, который позвонил мне в 6 часов утра. Он увидел в глубоком выставку техники старых, старых тракторов. Но говорит, мы должны с тобой сделать точно то же, но с одним большим отличием. Все наше должно запускаться и ехать. Поэтому все, что мы восстанавливаем, это будет действующее. Оно будет запускаться, будет ехать, будет принимать участие в различных мероприятиях. Мы восстановили уже Т-40. У нас восстановлен универсал, у нас восстановлен МТЗ-80. У нас восстановлен ДТ-75, который мы стилизировали в белорусский флаг. Он у нас покрашен зелено-красный, сбоку орнамент. Это таких, знаете, 3,5 тонны, в 4 тонны белорусского флага хороших. В работе сейчас мы восстанавливаем ДТ-20 и ГАЗ-51. Поэтому все наши восстановленные студентами образцы будут рабочие. Человек, который приходит учиться, ну, например, на мой факультет, это технический факультет, вот есть ожидание, что там он будет что-то там крутить, что-то винтить, да? И очень часто бывает в технических вузах реально, что они сидят и строчат эти конспекты, и на этом все. Чтобы с ними, вот, их увлечь там, пошевелись, да, подтянуть там эти волны наши там, чтобы вошли в резонанс, нужно организовать, чтобы они были заняты. И заняты тем делом, которое им интересно. Вот, например, мы восстанавливаем технику. Ну, где-то же в глубине души он же мечтал, что я приду, там буду что-то делать, оно там старое поедет. Поэтому мы начинаем их привлекать вот с первого курса, там, по интересам. И вот потихонечку, потихонечку, это сердце молодого человека, оно начинает оттаивать, оно начинает настраиваться, ну, на такой рабочий лад, что все-таки, смотришь, а это интересно. Интересно не просто там в телефоне что-то листать, да, и смотреть, опа, а у меня получилось, там, а я получил права. Я там поехал на практику, я заработал первые деньги. Ну, а я заработал хорошие деньги. Есть у меня даже такой пример по зарабатыванию студентами денег. Юра Домчев, студент тогда второго курса после колледжа, он отработал шесть недель на посевной и купил себе автомобиль. Но он посеял 60% площадей хозяйства, в Дребенском районе, один. Поэтому, вот, возвращаясь к тому, что, да, ну, не денежное дело. И, ну, вот, общаться, да, со студентами. У них есть свои кумиры какие-то, там, вот они же в этом телефоне сидят, и стать для них кумиром, ну, тоже надо попасть в этот телефон. Вот, если ты оттуда, да, и ты попадаешься, ну, как сказать, им в рекомендации, ну, значит, ты крутой чувак, с тобой там, ну, можно иметь дело, да, ты авторитет, тебе можно слушаться. Вот я там наравне с их там кумирами, на которых они там подписываются. И через этот ТикТок уже давать ту информацию, которую нужно нам давать, да, рассказывать про то же сельское хозяйство и про профессию. Благодаря этому трактору, который мы восстановили со студентами, я познакомился с ТикТок. Что это такое? Что такое просмотры? Я понял, что такое 100к просмотров. И первое видео, которое было залито мной в мой аккаунт, это видео, как мы со студентами уже, когда установили трактор здесь в корпусе, запускаем двигатель в корпусе. Это вот такое первое видео, которое, ну, открыло мой ТикТок. И этот трактор, он для нас такой вот знаковый, да. Вот восстановив этот трактор, который стоял как памятник 55 лет, мы многим доказали, что ничего невозможного нет, только надо желание, трудолюбие, ну, и верить в себя, верить, что все у тебя получится. Поэтому, ну, можно сказать так, что этот трактор основоположник и восстановлению техники, которым мы занимаемся, ну, и вот этому ТикТоку, который сейчас есть у декана, там, аккаунт. Ну, я такой, знаете, человек, у которого еще совсем недавно были одноклассники даже, которые уже кто-то даже не ставит приложение, и я к этому ТикТоку относился, ну, так. Ну, ТикТок, 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 ТикТок. Очень сильно развивал Инстаграм. Там все были наши, там, эти ролики смонтированные, вот все было Инстаграм, Инстаграм. И в один прекрасный момент, на юбилей Академии в 20-м году, когда мы запускали трактор, который как памятник стоял 55 лет, подходит мой мастер производственного обучения и говорит, Владимир Владимирович, вот этот запуск уже 100 тысяч просмотров набрал в ТикТоке, надо и вам завести ТикТок. Ну, волей случая, там, не было бы счастья, когда несчастье помогло, когда я заболел ковидом и лежал в больнице, я установил себе ТикТок. Ну, сразу такая реакция была неоднозначная. Там, ну, столько, ну, вот и ерунды, да, целая куча. Но для меня, как человека, который умеет анализировать информацию, я понял, что это информационный ресурс, если ты умеешь фильтровать то, то, что там есть, он даже полезен. И многие там лайфхаки, они тоже проверены мной, из того же ТикТок, особенно то, что касается технической части. Поэтому первый ролик был, это запуск нашего трактора. Второй ролик уже из архива, как мы восстанавливали этот двигатель, там 250 тысяч просмотров, и здесь я уже, ну, начал призадумываться. Ну, а уже серьезное использование это началось в прошлом году, когда у нас объявляли дополнительный набор. У нас в УЗИ прием документов на два дня больше, чем в Минобровских. Я понял так, что многие просто не знают вот этой информации, что там плюс этих два дня, плюс доп.набор. У тебя есть еще шанс стать студентом. Как это рассказать? Есть у нас идейный вдохновитель, он тоже популярный блогер, там у него 90 тысяч просмотров. Это наш Руслан Сергеевич, как там, профессор Бай, да? Он говорит, что Владимирович, нам надо пилить сейчас ролик, который залетит. Все, мы приходим сюда, вот в этот наш учебно-выставочный центр, становимся возле комбайна, что пишем. Давайте будем рассказывать наши фишки. И потом уже там говорим, что там доп.набор и все остальное. Мы пилим этот ролик. Быстро он монтирует, вот буквально там, сидя на колене. Выкладываем. И на утро я просыпаюсь уже, ну, знаменитым. Там целая куча просмотров. И даже по первому ролику я не почитал комментарии. Ну, что-то там в этом телефоне, там, плик, 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 плик. Что там? Ну, куда там смотреть? Потом уже, да, когда прошло время, я полистал, почитал. Так Академия крута, Академию многие знают. Здесь многие учились. Ну, приятные воспоминания. Поэтому было принято решение вот показывать, что такое профессия современного инженера, да? А показывать нашу материально-техническую базу. Потому что, ну, вот, думаю, не столица, не областной центр, поэтому здесь, ну, будет так задрипано. А здесь, ну, вот видно, да, что у нас и как у нас. За последние пять лет в развитии материально-технической базы там из разных источников поступило около трех миллионов долларов. Вот только здесь мы сидим с вами в полтора миллионах. Вот если все это сложить. Это инвестиция государства в то, чтобы получать себе высококлассных специалистов, которые придет на производство и не там увидит что-то новое и там будет учиться, а придя в Академию, все новинки, да, они уже здесь. Все там современные направления в сельском хозяйстве, точное земледелие, да, это все у нас здесь есть. Автопилоты, мониторинг урожайности, это отборы почвы, проб почвы. Есть оборудование, есть машины, да. Поэтому вот эти поступления денег это инвестиция в специалиста. Если ты не будешь влаживать деньги, ну, как ты получишь, ну, что-то хорошее. Ну, никак. Всегда нравился запах хлеба. Вот поле, да, и когда работает комбайн, это какой-то, ну, вот свой запах. Он классный. И первый раз на комбайн я попал, мне было 17 лет. Я попал помощником. В 18 лет я уже работал комбайнером один год. Это был старый комбайн, Дон 1500, но я самостоятельно уже, ну, мог рулить, мог убирать. У меня, ну, не знаю, как получалось, но получалось. И вот желание, оно было всегда. Бункер, вот первый бункер зерна на уборочной, да, и потом выгружаешь, ты понимаешь, что последний, ты уже ждешь следующее лето. Что опять ты выедешь в поле, да, вот ты выгружаешь, первый бункер выгрузил, все, свою семью ты хлебом накормил. Ты что, бункер выгрузил, там соседа накормил. И вот каждый раз выгружает, и понимаешь, что, ну, вот ты делаешь, ну, вот такую хорошую работу, да, пускай она там где-то тяжелая, но она благородная, да. Вот ты убираешь хлеб. Хлеб – это, ну, это то, что, что надо ценить. И на одной из уборок, когда я работал, был такой случай. Молодой мальчишка, тоже там помощник комбайнера, откусил кусок хлеба и выбросил остальное. Комбайнер в годах поднялся, дал ему такую затрещину, потому что вот эта молодежь, она, ну, не видела там этого дефицита, ну, грубо, не видела голода. Вот ценность хлеба вот для этих людей. Поэтому каждый год я старался попасть на уборку. И даже будучи деканом, в 22-м году я попал на уборку и намолотил полторы тысячи тонн зерна. И каждый год, каждый год, пускай там неофициально, но я сажусь на комбайн и бункер зерна намолачиваю. Бункер намолотил, свою семью уже хлебом обеспечил. В то время, когда я шел на уборку в 22-м году, мои студенты работали студенческими отрядами по всей Беларуси. У нас там есть беседа, куда мы там, они сбрасывают фотографии, там все остальное. Я им пишу, я присоединяюсь. Там сразу вопрос, типа, что значит присоединяюсь, вы приедете нас проверять, там на практике еще что-нибудь. Следующую фотографию я сбрасываю уже с комбайна. И такой, декан на комбайне? Да ладно, да ладно. Ну, скажу так, что зауважали больше. Больше зауважали. То есть, все-таки, особенно ребята, у которых есть какой-то опыт, где-то поработали, они все-таки на преподавателя вот так вот смотрят, да, ну, что ты нам рассказываешь? Сам ты там был? Да, ты-то сам можешь это сделать? А здесь раз, вот и можешь сделать, да. Значит, его можно слушать. Значит, ему можно верить. Те знания, которые дает этот человек, они правильные, они нужные. Субтитры создавал DimaTorzok